Нарьинмарцы приняли участие в 37-й открытой всероссийской массовой гонке «Лыжня Россия». Она состоялась в эти выходные на базе спортивной школы труд. В полдень 10 февраля стартовало более 200 лыжников, профессионалов и любителей. Подробнее о том, как проходило состязание, в материале Ольги Руссоу. Всероссийская открытая массовая лыжная гонка проводится с 1982 года. Ненецкий округ включился в массовый забег несколько позже, но вот уже более 10 лет нарьинмарцы стараются вместе со всей страной встать на лыжи в этот день. Официальная дата проведения – 9-10 февраля. Хорошо, что в этот раз у нас, в этом году, ну, мы немножко, конечно, у нас плановая она была вчера, вот, но мы немножко сместили ее за прогнозы погоды, вот. Ну, сегодня нас погода не подводит, и я думаю, что мы чудесно проведем это данное мероприятие. «Лыжня Россия» – одно из самых любимых соревнований в Ненецком округе. Обычно в нем участвуют более 200 профессионалов и любителей. Традиционно первыми стартуют самые маленькие. Вот, например, сейчас бегут девочки. Юным участникам, а самому маленькому зарегистрировавшемуся спортсмену 5 лет, предстояло преодолеть дистанции от 500 метров до 1 километра в зависимости от возраста. Воспитанник детского сада «Семицветик» Артем впервые участвует в гонке. «Я хотел победить, и я обогнал этого мальчика». Болела за Артема мама Анастасия. Поддерживала морально, ведь главный принцип любых соревнований – участие, а не победа. Ну, нас пригласили, Лариса Алексеевна по физкультуре преподает в детском садике «Семицветик». И в садике тренировался, и дома, на лыжах, возле дома тренировался. Ну, и нас пригласили, и мы, конечно же, пригласили. Первый раз участвовали, но, думаю, ничего. Гонка «Лыжня России» проводится ежегодно. Она рассчитана на широкий круг любителей лыжного спорта. Строгих возрастных ограничений здесь нет. Единственное, в отличие от большинства регионов, в Ненецком округе лыжники стартуют не с копом, а в нескольких забегах по возрастным категориям. Опять же, это на откуп регионам дается. То есть мы для того, чтобы малыш 5 лет не побежал, например, 10 километров, это хоть и физкультурные мероприятия, да, они все массово стартуют, но мы стараемся разделять, потому что это будет приятнее, зачем ребенку младшего возраста бежать длинную дистанцию. Я думаю, что это будет более актуально и более правильно. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие пропаганды физической культуры спорта среди населения. Я вчера ехала 9 километров на тренировке, а сегодня не ездила. Только один километр проехала. Ну, я думаю, что где-то пятая, вчера четвертая займу. Ты волнуешься? Да. Да нет, не сложно. Трасса хорошая. Лыжи хорошо, Катя. Уже проверили? Да. Я считаю, что нужно вести здоровый образ жизни. Я хочу дожить до пенсии и еще на пенсии пожить. Поэтому я хочу быть здоровой, очень долго быть молодой и красивой. Вот. Это первое. Второе. Я хочу, чтобы мои дети были тоже здоровыми, росли. И поэтому я должна показать им свой личный пример. Вячеслав Вахрушев из Красного ежегодно участвует в гонке к лыжне России, готовиться за год. Для него это не только спортивное состязание, но и возможность встретиться с друзьями, единомышленниками из города. Мне наоборот удовольствие предоставляет. Прокатиться. Что еще? Массово, видишь, люди. Может, кого-то знакомых еще увижу. Каждый год одни и те же бегают. Почти год не видимся, а потом встретимся опять на лыжне. Кроме того, к всероссийской акции в этом году подключились 6 населенных пунктов Неницкого округа. На лыжню России вышли жители Коткина, Оксина, Нижнепешина, Эльминоса, Красного, Неси. В каждом филиале у нас проходят мероприятия, такие же аналоги. И за счет деревень, за счет сельских поселений у нас как можно... Ну, с каждым годом мы постараемся привлекать людей. То есть там за счет статистики сельских поселений у нас количество будет намного больше. Победители и призеры соревнований получили памятные кубки, медали и дипломы Министерства спорта и Департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.